Программа «Доступное жилье» обещает квартиры многодетным семьям. Реклама комплекса «Экополис» сулила дома под ключ. К тому же не без помощи субсидий от государства. Самые первые договоры были заключены в 2015 году, но в июне 2016-го застройщик предложил перенести сроки сдачи объекта. Почему я, как говорится, обратила внимание на эту программу? Потому что, во-первых, она доступна для бюджетников и для молодых семей. И дело в том, что обещали, что квартиры будут сдавать полностью отремонтированную. То есть забирай ключи, открывай и можно жить. Мы участвовали в этой программе тоже как многодетная семья в этой федеральной программе. Это для нас было гарантом, надежностью. 40% от суммы квартиры составляет материнский капитал, который выдал пенсионный фонд. Теперь эти деньги тяжелыми кирпичами лежат на строительной площадке. Кирпич лежит уже здесь 9 месяцев и неизвестно, станет ли он частью дома когда-нибудь. Была направлена даже жалоба в АБЭП для проведения проверки нецелевого использования денежных средств. Но даже обычная налоговая проверка не была проведена. Поэтому до сих пор неизвестно, на что было потрачено 54 миллиона рублей. В настоящее время с того момента прошло 4 месяца. Заявление до сих пор лежит у следователя советского округа и оставлено без должного внимания. Надо, чтобы местные региональные органы тогда как бы гарантом выступали в каком отношении. Если не идет, если вот такие случаи, просто тогда они обязаны выделять жилье обманутым дольщикам. По документам дом должен быть введен в эксплуатацию не позднее 1 июля 2016 года, а срок сдачи жильцам в конце марта 2017 года. На эти поля через несколько дней должны заселяться люди. Начальник строительного участка тоже на стороне дольщиков. Меня учили строить, я знаю как строить, но нет денег, нет команды свыше. А мне не на что строить. И ни один каменщик бесплатно действительно работать не будет. Техника нужна. Что-то нас зависит, мы делаем здесь. Неделю назад дольщики написали в правительство Российской Федерации, министру строительного комплекса Российской Федерации и заместителю генерального директора агентства ипотечного жилищного кредитования. Ответа пока не поступало.